Музыка 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 Хотелось бы рассказать о разных тюбиках Крема всевозможные Вот этот вот тюбик крема от обморожения немецкого солдата. И вообще в немецкой армии выдавалось порядка 20 различных кремов. Это и фтеоловая мазь, это и мазь от комаров, это и мазь от опрелостей ног. То есть их было всевозможное множество, и солдат мог по мере необходимости пользоваться данными кремами. И сразу это удивляет, и при обнаружении это на территории бывших боевых действий, мы их находим в мусорных ямах немецких, либо брошенных где-то на позициях всевозможных кремов. Также удивляют зубные пасты. Зубная паста, вот здесь вот видно надпись «Блендекс», по сей день его пускает зубную пасту. Если сравнивать с нашими бойцами, то у нас были только в тот момент только зубной порошок, и то, наверное, редкость была и не у всех выдавался. В зависимости от периода, от года боевых действий, если говорить на 1941 год, то все очень было сложно и было очень тяжело. А у немцев вот такая зубная паста. Ну, опять же, если говорить в общем, то многие концерны, это и «Невея», и «Блендекс», и всевозможные другие, там, «Кока-Кола», то есть они свою продукцию реализовывали благодаря боевым действиям. И кто-то погибал на войне, а для кого-то война была просто дополнительные доходы, заработок, предприятия. Также встречается, наверное, для нашего русского солдата это редкость, а для немца часто находим вот такие бутыльки необычные. И простой человек, наверное, не сразу сможет понять, что это и для чего это, это ополаскивается. Это для рта, он, в принципе, на тот период классический. В основном, конечно, больше гражданское население использовало, но решением руководства было принято, что и войска должно поставляться. Еще хотелось бы сказать, что мусорные ямы, и когда мы вообще натыкаемся, прям блиндажные так называемые ямы, мы находим много полных тюбиков. То есть тюбики не потраченные, которые были неиспользованы. Скорее всего, солдат понимал, что если он ведет период боевых действий в летний период, то ему, естественно, мазь отображения ни к чему. Ну, и лишний балласт с собой носить очень сложно и тяжело, и ведет это, естественно, к тому, что солдату приходится меньше патронов убрать, а больше убрать всевозможных средств гигиены. Также много находим одеколонов, всевозможных духов, причем, наверное, духи встречаются тоже в тюбике вот такие вот духи классические. Вот, а Нивея выпускала как и крема, то есть небольшие тюбики кремов, так и стеклянные уже после бритья, вот здесь видно. То есть это на тот период, наверное, тоже было очень для солдат очень важно. И опять же, солдатский дух и поднятие духа у немцев на фронте, это было одно из важных направлений. Так как после, ну, в конце 42-го года, на период 43-го года, когда немцы начали уже больше отступать, нежели наступать, все это прекратилось в довольстве, и солдат начал падать просто духом, и боеспособность в частях тоже начала угасать. Поэтому, если сравнивать с русским солдатом, наверное, я... И взять даже солдата 21-го века, многих этих вещей в современной армии, там, бундесвера даже, будем говорить, уже нет. То есть они уже, имея определенный опыт, что-то оставили, чего-то избавились. Помощь, как поисковикам, вот, допустим, данные тюбики никакой не несут, то есть на них нет никаких номеров, нет никаких опознавательных знаков, чтобы можно было как-то установить личность солдата. Единственное, что у немецких солдатов, это, конечно же, жетон. И это самая смысловая нагрузка и самая главная нагрузка, в которой можно идентифицировать личность солдата.